Всем привет, с вами Лафер. Ну что ж, у нас сегодня реакция на Мистери Форт, называется 6 маленьких игр от больной разработчицы. Ну что ж, давайте начнём. Большая часть игр Китти Хоррор Шоу выглядит как сырая дрысня. Уж извините, говорю как вижу. Но говорю я про мысль с первого взгляда, на самом деле это не так. Как правило, игры этой разработчицы небольшие, абстрактные, но в то же время очень личные. Тут графика времён мамонтов, а гричи и ошибки рассматриваются как эстетическая и моральная ценность. Я понимаю, когда смотрите на эти кадры, звучит громко. Ну а кому посчастливилось запустить некоторые из её игр, тому может захотеться признать их самыми страшными, в которые он играл. И это при всём при том, что в её играх нет ни зомби, ни оборот, ни каких-то там монстров, в общем кого-либо, кто мог бы надавать вам пиздец. Её игра о другом. А вот о чём, давайте поговорим. Ну давайте, давайте, послушаем. О чём же всё-таки? Самая популярная игра Китти называется Анатомия. Её структура довольно проста. Вы попадаете в тёмный, практически пустой дом, где найдёте магнитофон. Очевидно, что где-то должны валяться кассеты. Так что цель игры — искать кассеты. Да, вот так вот просто. Находите кассету, приносите, слушаете, находите другую, слушаете, потом другую, снова слушаете, и это вся игра. Ну почти. Иёкарный бабай, тут никого нет, но ты какого-то чёрта зажимаешь shift и пролетаешь как можно быстрее лестницу за следующей кассетой. За тобой никто не гонится, но чувство, что позади тебя небезопасно постоянно ощущается. Да-да-да-да, это, знаете, это называется, типа, как говорится, страх неизвестности, то есть, типа, ну мало ли, вот, типа, ты ж не знаешь, есть тут действительно монстры или нет, типа, а вдруг реально, то есть ты, типа, сначала нашёл одну кассету, типа, ну, всё нормально, потом следующую нашёл, всё нормально, а потом, может, третья, хоп, и всё, и на тебя кто-нибудь нападёт, поэтому страх неизвестности есть, вот. Ладно, ладно. Каждая кассета записана почти в академической манере, как будто слушаешь докторскую диссертацию в университете. Каждая описывает концепцию дома как живого существа и то, как функционируют его различные органы и структуры по сравнению с нашими. Гостиную можно назвать сердцем дома. Как и человеческое сердце, которое пригоняет кровь, чтобы насыщать органы кислородом, гостиная пропускает через себя людей. Она также чаще всего является центром в самом доме. Кухня – это, очевидно, желудок. Спальня сравнима с человеческим разумом, или, если угодно, с мозгом. Ведь да, именно в спальне, как и в голове, рождаются сны, разгорается страсть, испытывается, в конце концов, прозрение в холодном поту ранним утром. Спальня представляет собой думающую и мечтающую часть мозга, где мечты – это сны. По этой аналогии, подвал отвечает за нижнюю, бессознательную часть мозга. Как и бессознательное, подвал темный, он полон паутин и хранит в себе воспоминания. В какой-то момент, там, по сюжету, вам дадут указание пойти за следующее. Да, реально, даже сейчас, когда запись закончится, такой щелчок был. Я надеялся, что что-то произойдет. Вот прям, прям, такая неизвестность, все-таки есть такой страх прям. В комнату вы заходите, находите кассету, понимаете, что двери, через которые вы вошли, больше нет. Вместо нее на стене висит магнитофон, который ждет, пока вы вставите в него. Ну, а после игра схлопывается. В комментариях некоторые, кстати, писали, типа, игра классная, но очень короткая. Я думаю, чувачок просто не пробовал запускать ее снова. Щелкнув по иконке игры второй раз, все начнется сначала. Вернее, так покажется, что все началось сначала. На самом деле, многое поменяется. Игра сохранила ваш прогресс и выплюнула специально. Как я и говорил, баги вылитой гличи в играх Китти, это не настоящие баги вылитой гличи. Как персонаж, вы просто не можете умереть в анатомии, ведь тут нет врагов. Игра вылетела, вы больше не в доме. Но если вы настырны, вы снова тут. А дом при этом начинает за вами наблюдать. Да, при первом прохождении я не заметил в доме ни одного окна. При втором запуске они появились. Если сравнивать дом с человеческим телом, то окна это очевидно глаза. Также VHS эффект станет похуже, сбой станут распространеннее, а аудиозаписи плохо разборчивыми. Ну и да, игра снова вылетает. Как вы уже поняли, игру сделал один человек и, конечно, можно тянуть все в одиночку, но, как правило, это все-таки отнимает очень много сил и очень много времени. А, например, в IT-сфере даже над небольшим проектом обычно... Эклама, реклама, реклама, это... Ну и да, игра снова вылетает. Запустив ее в третий раз, дом будет сложно узнать. Он больше не будет вот этот вот пассивно-жуткий, он теперь какой-то активно-агрессивный. Комнаты пускай остаются на месте, но они меняются до неузнаваемости. Ванная комната становится полностью пустой. Почти пустые комнаты, наоборот, наполняются предметами. Появляется огромная куча гличей, которые выглядят типично для поломанной игры. То есть стул парящий у стенки, расплющенная дверь, нормальная дверь, но в двери картины для эпилептиков. Если бы эта игра была дипломной работой, я бы вот на этом как раз моменте хотел бы посмотреть на лица аттестационной комиссии. Но если серьезно, этой игре отлично удается посеять недоверие к себе. Думаю, это и создает основу напряжения и страха. Игра, которая началась как что-то относительно комфортное, как что-то, что вряд ли покажется страшным для тех, кто играл хоть раз в хорроры. Но теперь игра вытворяет то, что не делала никакая другая. И ты не знаешь, чего ожидать. До каких-то пор тут не было монстров, но ты уже не уверен, что их не будет дальше. Кстати, реально. Но ты не уверен, что дальше и они не появятся. Игрок на этом моменте теряет доверие. И когда игрок спускается в подвал и последний раз приглашается домом, он оказывается на улице, где куча одноэтажных домов, а из возможностей только ходьба вперед. Ну то есть даже не будет возможности посмотреть по сторонам. Вы просто идете, 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 видите дверь. И да, игра снова вылетает. На этот раз последний. И на самом деле таких историй, конечно же, полно. Ну я про истории с содержимыми домами. Но все же чаще всего в этих домах живут какие-нибудь странные сущности, вроде призраков давно умерших тут людей. А в анатомии этой сущностью является сам дом. И подобное тоже уже было в некоторых произведениях. Например, в призраке дома на холме, или там в мультфильме Дом Монстр, или в книге Стивена Кинга Сияния. Там, конечно, отель Оверлук не перемещал мебель, но он заражал его обитателей, проникал в их сознание. Тут история иная, и интерпретировать ее, конечно, можно по-разному. Как отметил один из игроков, анатомия напоминает чем-то книгу Дом Листьев. Я хоть и не читал, но заинтересовался, ознакомился с кратким содержанием и немножечко даже удивился от внутренности книги. Если кратко, это история о семье, переехавшей в дом, который оказывается намного больше внутри, чем снаружи. Постепенно в доме происходят изменения. Появляется дверной проем, ведущий в невероятно длинный коридор. Также стены там меняются местами, повсюду начинает слышаться тихое рычание. И вот помимо очевидного сходства описания живости дома, сама книга, я не знаю, конечно, можно так говорить нельзя, забагованная. По крайней мере, в американском издании. То есть слова сжимаются, снижают, закручиваются, меняют формат. И читая все в таком виде, ты как читатель можешь легко заблудиться и потерять ориентацию. Точно так же, как персонажи книги в этом доме. Анатомия в этом плане играет похожим образом с вашим разумом. Тебе нужно запустить игру еще раз, чтобы продолжить. Я думаю, что мало кто это сделает. Ну то есть, конечно, когда крупная ААА игра вылетает посреди прохождения, ты ее перезапустишь. Ну потому что, очевидно, она вылетела. Ты не завершил, титры не пошли, все ясно, у тебя просто комп наипнулся. А тут низкокачественная инди-игра вырубается после определенных действий, вроде логичное завершение. Самое интересное тут то, что, чтобы продолжить игру, тебя должна затянуть эта история. Так же, как несмотря на все, семья Джека из Сияни остается в отеле до конца. Как и игрок, который после вылета снова решит запустить игру, что семья Джека, что игрок, они... Мне еще и такое, что, кстати, напоминает Undertale. Когда Флауи взял, типа, заполучил души и, хоп, игра, все, выключилась. Вот по-любому, вот по-любому же, ну были же люди, которые, типа, не стали дальше, типа, запускать игру. Они, наверное, подумали, а, я говорю, кстати, не на данный момент, не сейчас, вот, когда уже прям почти все даже знают про эту игру, а на тот момент, когда она прям вышла. По-любому же, вот тот, кто первый раз проходил, наверное, она вылетела и такой, типа, типа, ну, все, наверное, типа, я не знаю, наверное, все, это вся игра, наверное, вот. Ну, я не знаю, может, может, большинство и запускало заново игру Undertale. Становятся держимыми этим домом. Это, кстати, запись, которая включится при четвертом запуске игры. Я же знаю, что вы бы по-любому спрашивали, а что будет, а что будет, если запустить четвертый раз. Вот, после игра не будет влетать, запись закончится, и вы сами должны будете выйти из игры. Опять же, саму историю и посыл можно интерпретировать абсолютно по-разному. Для кого-то это, например, история о самом человеческом сознании. О том, что если человек не чувствует себя безопасно, если его одолевает какая-нибудь там тревога, то даже в таком безопасном месте, как дом, ему будет страшно. Кстати, еще одно жуткое произведение про дом я разобрал эксклюзивно для Boosty. Это 70-минутная стоп-моушен анимация, которую делали больше 5 лет, и которая хранит в себе очень тяжелые темы. На ютубе, если честно, не хотелось бы особо такие темы касаться. При этом там нет ничего мерзкого, если что. То есть, можете в этом плане не переживать. Дом Волка называется анимация. Если не хотите на Boosty подписываться, можете сами грянуть, потому что очень советую на самом деле. Но, чё мы все об одной анатомии, да, об анатомии. Есть у Китти и другие игры. 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, FF, 0-0, 0-0. Если вы думаете, что у игры ебутые названия, то вы еще не видели описание. Кто сможет в комментариях, скину 500 рублей в знак благодарности. Но, чё по игре? Да чё по игре, попробуйте ее еще запустить. Скачав папку с игрой, вы скачаете не папку с игрой, а папку с папками, в некоторых из которых часть игры. И, щелкая папку за папкой, у вас появится ощущение, что игра не сильно-то и хочет, чтобы вы в нее играли. И вы будете правы. Если вы все-таки найдете файл, то не торопитесь. Радоваться надо будет еще поиспаться с ее запуском. Но, если это все-таки получилось, то вы окажетесь в мире искаженных лабиринтов. Все, из чего он состоит, это шероховатые каменные текстуры. И да, игра прямо вам и будет говорить, я не хочу, чтобы ты тут был. И чем больше ты будешь играть в нее, тем более раздражительно будет вести себя игра. Пока в какой-то момент вы не окажетесь в месте полной тишины. Иногда эта тишина будет нарушаться замедленным плачем. А еще в ее творчестве есть несколько последовательных тем и идей, о чем я хотел бы вот как раз поговорить. Одна из это любовь персонифицировать окружающую среду. Ну, то есть сделать ее живой. Да, как дом, допустим, он живет. А вот один из ее сборников называется «Одержимые города». Тут четыре небольшие игры, которые, опять-таки, очень трудно назвать завершенными. Некоторые выглядят как альфа-версия, бета-версия. И так что спасибо, хоть платить за них не надо. Exclusion Zone. Мы играем за археолога, которого отправили собирать данные на таинственное место. Вы так и не получите информацию. Вообще, кстати, я считаю, что это прям вообще круто. То есть, что разработчик... Ну, здесь уже сказано, что, типа, вот эта девушка... Она прям очень, то есть, необычные игры такие создает. Это очень похвально. То есть, это нельзя назвать чем-то странным. Это офигенно. Потому что, ну, просто, типа, игры, они такие бывают, что, типа, вот, типа, зашел, поиграл, вышел. А здесь прям вот, здесь вот даже вот та игра, в ней нужно зайти в папку, открывать папки, все это, емое. Потом попытаться как-то игру запустить. Это, это очень необычно. Я понимаю, что большинство людей, это вообще на это пофигу будет. Они скачать такие файлы, типа, хоп, такие папки, папки, папки. Хоп, типа, нельзя, то есть, это игру запустить, такой, типа, ааа, и все, типа, издался. О том, что здесь случилось и что это за место, останется лишь догадываться. Но вместе с тем вы узнаете, что это место, скорее всего, является причиной окружающей пустоты. Что башня на момент строительства была инновационным проектом. Вы также узнаете, что существуют в этом мире сады, в которых что-то растет, и о пирамидах на пляже, которые удерживают странную энергию. Вместе с тем, каждый раз приближаясь к башне, вы будете слышать потрескивание от радиации. А зайдя в нее, вы получите текст, намного отличающийся от тех, которые получали ранее. Текст проникнут эмпатии. В нем башня описана как что-то живое, как божество, с которой поступили несправедливо, которую поместили тут... Так, погодите. Радиация, башня... Змнолит. Змнолит. Да, где ей не место, и потому она уничтожила всех вокруг своей печалью. И опять-таки, оживление бездушного предмета. А еще, возможно, метафорично это о том, что человек подчиняет себе те вещи, которые не должны быть в его подчинении. А возможно, нет, я не знаю, идем дальше. Бабушкин сад. Как предписывает сама Китти, это попытка изобразить запомнившийся ей кошмарный сон. И это редкая игра от нее, где мы управляем персонажем от третьего лица. Управляем девушкой, которая, скорее всего, находится у бабушки в деревне. Играется тут все по законам ретро-игр. То есть фиксированная камера, движение вперед или в стороны, но по очередности, как в классических Resident Evil, например. И да, вот она бабуля сидит, пялится в белый шум на телеке. А еще у нее тут рядышком лежит Библия. И если докоснуться до бабули, то экран резко потемнеет. А потом комната снова появится на наших глазах, но с некоторыми изменениями. Я думаю, говорить не стоит. Ну, короче, вот, начинай копать теперь написано на стене. И даже узнавать не хочу, чем бабуля это написала. После она передает вам ключи от сарая. Сама героиня говорит, что она не очень любит бабулю. Все, что та сейчас делает, это сидит на кресле и дает указания. Даже по ней сложно определить, спитана или нет. Также она произносит, что бабушка часть этого места. И что она тоже часть этого места. Будто бы намекает, что это какой-то сон. И если прошлая игра была историей о мертвой зоне, то тут все живет и дышит. Корни в лесу пульсируют, словно артерии. Геройни отмечают, что растут они в сторону сада. Также идет тут речь о десяти грешниках, похороненных на кладбище. О разных фазах луны, при которых трупы получают разные жидкости из леса и прочая невнятная чушь сумасшедшего. Поэтому предлагаю без подробностей. Просто отмечу, что лес живет, что героине очень интересно, что внутри колодца. И что бабушка сказала ей, что у нее будет сестренка. Наконец в сарае я нашел лопату. И игра как бы дала уже указания начать копать. И вот копая землю, одну яму за другой, ничего не происходит. Пока под героиней не образуется пропасть и она не проваливается. На чем игра вылетает. Да уж. Да, как вы наверное уже поняли, в играх хоррор шоу по большей части вы просто бродите и получаете дозу текста с очень непонятным содержанием. Следующая игра это вообще один сплошной симулятор чтения. Называется она Tenement, что можно перевести как обитель. Ну или жилая многоэтажка. Игра представляет из себя историю о холодных серых многоквартирных домах, парящих в пустоте. Жители этого городка это полулюди, полутрупы животных. Если по другому, то это скелеты каких-то антилоп в смокингах. Все, что доступно в игре, это ходить по городу и общаться с жителями. Хотя вряд ли это можно назвать общением, они просто вываливают на вас все свое горе и все. Один, например, жалуется на метро. Дескать, ненавидит он ждать поезд. Другой житель размышляет о том, что здание выкупили корпорации, а он мечтает, чтобы там, где стояла гостиница, не было ничего другого, ведь в детстве он ходил в эту гостиницу с отцом. Через разговоры улавливается лишь разочарование. Многие из жителей чувствуют, что они застряли, что не в силах вырваться из замкнутого круга. Но это не относится к игроку. Если нажать на F5, уровень перезагружается. Это заметно по небу. Иногда оно просто ночное, темное, иногда там видны звезды. Но чем чаще вы перезагружаете уровни, тем больше видны изменения. Дома начинают трескаться, пока на одну из перезагрузок не вылезают красные вены, растущие по зданиям и улицам. И если в таком состоянии окружения подойти к жителям, мы поймем, что им это тоже не нравится. Они говорят, что это не должно так происходить. В конце концов, они просто просят вас остановиться. Пожалуйста, прекратите мне больно. Это то, что мы в какой-то момент слышим от каждого из них. И перезапустив игру еще раз, вас просто не выпустят. Наконец, последняя игра называется Lethargy Hill. Технически, наверное, это самая слабая игра из всех, что мы уже смотрели. Вы не можете даже по сторонам здесь смотреть. Просто ходить и получать, как думаете, что. Правильный текст. Это история об одинокой женщине, живущей где-то в этой местности, в доме на холме. В доме, который питается из земли, который по своей форме напоминает клеща, питающегося кровью. Женщина настолько страдала от одиночества, что начала лепить себе семью из кусочков живой материи. Так она создает себе мужа, сестру, а также сына и дочь. А побродив и узнав еще некоторые подробности о доме, текст начинает рассказать о ненависти к приобретенной семье. Муж оказывается бесполезен, дочь и сестра невыносимы, она любит только сына, но и тот хрупок для этого мира. В конце концов, она убивает их всех. И вот теперь, когда вы послушали это все, давайте попробуем разобраться, о чем эти игры. Как я и сказал, у многих ее работ прослеживаются общие темы. И как я уже говорил, да, персонифицированность окружения. То есть живой дом, башня, которая от обиды уничтожила все вокруг, дом, питающийся трупами, здания, которые испускают из себя вены и так далее. То есть окружение в играх Китти Хрора Шоу, оно живое, оно сравнивается с человеческими организмами. Также общая тема это паразиты. Как в буквальном смысле, так и в символическом, наверное. Если говорить про буквально, то где-то про клещей говорится в тексте, где-то они изображены на картинах, где-то показаны в виде других предметов, как, например, вот этот вот кусок, я не знаю чего, сердца, прилипшего к зданию, к дому вернее. А если говорить про символизм, то вспомним игру про башню. За ней плохо ухаживали, в итоге произошла ядерная катастрофа. Во-первых, это некое напоминание о нашем месте в природе, ведь ядерные катастрофы и происходят от того, что человек подчиняет себе то, что не было заложено природой. Во-вторых, это история об эксплуатации. Такая же история была про одинокую женщину в доме на холме. Она создавала семью для своих целей, приписывала всем роль, но после, когда они ей надоели, уничтожила каждого. Или история отношения бабушки и внучки. Их можно назвать паразитическими. Внучка ненавидит свою бабушку за то, что та эксплуатирует ее в своих целях, заставляет ее участвовать в жертвенном обряде. И если копнуть еще глубже, можно заметить, что места в этих играх служат отружением тех, кто там обитает. То есть бабушка эксплуатирует девочку, лес эксплуатирует живности, трупы, которые находятся под ними. Пиздец, как сложно было уместить это все в этот ролик. Я уверен, что если я еще пару дней посижу со сценарием, очень много чего добавится. Потому что, ну, я постоянно писал, что-то хотелось добавить, куда-то углубиться. То есть с чем-то еще ознакомиться дополнительно со схожей темой, чтобы это приплести. Короче, сценарий постоянно обрастал мясом. Поэтому я думаю, что вот на Boosty выйдет ролик, где мы разберем другие игры, какие-то хоррор-шоу. И там, возможно, я дополню уже то, что не хватало. Может быть, вы допишите что-то интересное по этим играм. Там я это все дополню. Поэтому подписывайтесь на Boosty всего за 150 рублей. А вы, наверное, уже помните, да? Неплохо, неплохо. Ну что ж, мне очень понравилось это видео. Очень прикольное. Идите к заключительной части трилогии. Да что ж такое? Что ж такое? Что у меня там этот, получается, наверное, включен. Да-да-да, у меня автовключение включено. Так. Ну что ж. Мне очень понравилось это видео. Ну что ж, с вами был Лафер. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на Boosty. Пожалуйста, этим вы поддержите меня. То есть, а мне сейчас это очень важно, что также вы можете заказать видео. Прошлое видео, кстати, с переозвучкой. Это было заказное видео. Вы также можете заказать видео у меня. Так что есть ссылочка там на донатик. Кидайте, там обязательно читайте описание. Там указаны, то есть, цены, то есть, на сколько минут, короче, вы можете заказать видосик. Ну что ж, с вами был Лафер. Всем пока.